Кто-то годами добивается признания, а кто-то просто появляется на свет в семье знаменитых родителей, чем с первых дней жизни определяет свою судьбу. Но все ли звездные детки хотят идти по стопам своих мамы и папы? А главное, хотят ли родители такой жизни для своих малышей? Привет, я Надин. И сегодня мы с вами поговорим о семьях, кому место в киноиндустрии передалось и передается по наследству. Знаменитые родители и уже не менее знаменитые дети, чья жизнь с самых пеленок прошла под постоянным прицелом камер. Как обычно, ставим лайк и начинаем. Мужская половина семьи Скарсгард уже много лет плотно занимает свое место в киноиндустрии. Глава семейства Стеллан Скарсгард начал свою актерскую деятельность в 68-м и к 20 годам уже стал довольно популярен на шведском телевидении. После выхода фильма Ханса Альфредсона «Бесхристосное убийство» слава Скарсгарда вышла далеко за пределы Скандинавии. Роль принесла Стеллану премию «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Первым фильмом с его участием, который был показан на территории США, стала картина «Полудненное вино», которая вышла в 85-м. Но настоящая мировая популярность пришла к нему лишь в 96-м, после роли в фильме Ларса фон Триера «Растекая волны». Картина получила множество хвалебных отзывов, а еще один титан режиссуры Мартин Скорсезе назвал фильм одним из десяти лучших фильмов десятилетия, и Стеллан продолжил покорение Голливуда. Далее последовали успешные роли в картинах «Амистад», «Умница Уилл Хантинг», «Абердин», «Догвиль», «Пираты Карибского моря», «Призраки Гои», «Мамма Мия» и многие другие. С 2011-го Скорсгард-старший присоединился к киновселенной Марвел, исполнив роль Эрика Селвига в фильмах «Тор» и «Мстители», а в 2019-м Стеллан стал частью нашумевшего мини-сериала «Чернобыль», который стал одним из главных поводов для споров и обсуждений. Со всех сторон проект встретили довольно неоднозначно. Западные зрители, кто видел последствия страшной трагедии лишь в новостях и газетах, остались в большом восторге. А вот критики из Украины, Белоруссии и России разделились во взглядах. Бывший министр культуры Владимир Мединский назвал сериал хорошо сделанным и снятым с большим уважением к простым людям. Другие же представители не оценили, вновь отметив, что сериал наполнен антироссийской пропагандой и в кадре не хватает только медведей и аккордеона. Белорусская и украинская стороны были более благосклонны, отметив, что сериал отлично демонстрирует молодому поколению весь ужас, который пришлось пережить людям. Несмотря на все эти споры среди зрителей в карьере Стеллана, сериал стал самым успешным и поднял новую волну популярности. Иди и скажи Рыжкову! Скажи, что он клоун! И Горбачеву, блять! Всем скажи! Выстраивая свою успешную карьеру в кино, актер не забывал и о личной жизни. В апреле 75-го он женился на Майс Карсгард, которая подарила Стеллану шестерых детей. Александра, Густафа, Сэма, Билла, Эйю и Вальтера. Сыновья пошли по стопам отца, а Эйя несколько лет работала моделью. Сэм также пробовал свои силы в кино, но такого признания, как остальные четверо, не получил и пошел по стопам своей матери, став врачом. Мы либо актеры, либо врачи. Сэм работает в отделении интенсивной терапии и ежедневно спасает жизни, рассказал в своих интервью Александр. Билл же добавил, что карьера их матери и брата в медицине определенно более значимая, чем карьера остальных членов семьи. Мама и брат буквально спасают жизни других, поэтому есть некое чувство смущения по поводу того, чем на самом деле занимаются артисты, по крайней мере, для меня. Но брак Стеллана и Май не выдержал нагрузки, и пара развелась. В январе 2009-го актер женился во второй раз на ирландской сценаристке и продюсере Меган Эверетт, которая подарила ему еще двоих сыновей. После чего Скорсгард-старший решился на серьезный шаг и в 2016-м рассказал всему миру, что сделал вазектомию, потому что почувствовал, что восьми детей вполне достаточно. Имея такого известного отца, братья, конечно же, начали свои первые шаги в кино в очень юном возрасте. Александр впервые появился на экране в семь лет с сериалом «Оки и его мир», а в 1989-м он получил свою первую главную роль в сериале «Смеющийся пес», которая принесла ему популярность в Швеции. В 1996-м Скорсгард переехал в Англию и поступил в Лицкий университет Беккета. Находясь там, он подумывал о карьере архитектора, но чары отца оказались сильнее, и он выбрал актерское мастерство. В 1997-м Александр поступил на театральные курсы в Манхэттенский колледж Мэримаунт и переехал в Нью-Йорк. В 2001-м актер получил свою первую роль в Штатах и появился вместе с Беном Стиллером и Оуэном Уилсоном в комедии «Образцовый самец», но большой популярности в Голливуде она не принесла. Все изменилось после того, как он получил роли в сериалах «Настоящая кровь» и «Поколение убийц». Режиссер мини-сериала «Поколение убийц» Сюзанна Уайт хотела видеть именно Александра в роли сержанта Бреда Колберта, но продюсеры не были уверены, что он сможет заговорить с убедительным американским акцентом. О том, что роль его, Скарсгард узнал всего за 36 часов до того, как ему пришлось сесть на самолет и отправиться на съемки в Намибию. В 2011-м Александр появился на экране вместе с отцом, снявшись в драме «Меланхолия». Далее он получил роли в фильмах «Связи нет», «Морской бой», «Развод в большом городе», «Посвященный» и многих других. В 2016-м он предстал в образе Тарзан в фильме «Тарзан. Легенда», а в 2017-м присоединился к касту сериала «Большая маленькая ложь», за роль в котором получил премии «Эмми» и «Золотой глобус». В 2020-м Скарсгард появился в роли Рэндалла Флэга в экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние», а в 2022-м вернулся к своим корням и исполнил главную роль в фильме «Варяг». Я вижу, ты не утолил голод своего кровавого возмездия. У Густафа карьера сложилась немного скромнее. Для большинства он известен именно в сериальных кругах. К шести годам он понял, что хочет пойти по стопам отца и начал посещать театральную школу в Швеции. «Для любого ребенка первая профессия, которую он видит, это занятие ваших родителей. Меня с самого начала привлекала профессия моего отца», поделился актер. На экране Густаф дебютировал в 1989-м с сериалом «Прима-балерина» и далее нашел себя в театре, став частью Королевского драматического театра в Стокгольме. В 2003-м он снялся в картине «Зло», а в 2007-м вместе с отцом и братом Биллом появился в картине «Арн. Рыцарь-тамплиер». В 2012-м Скарсгард присоединился к сериалу «Викинги», исполнив роль Флоки, персонажа, который стал, возможно, одним из самых интересных из всех представленных. А в 2018-м он присоединился к актерскому составу сериала «Мир Дикого Запада». В 2023-м он исполнил роли в двух успешных проектах года – «Эйр. Большой прыжок» и на шумевшем опенгеймере Кристофера Нолана. Билл, в свою очередь, возможно, стал одним из самых популярных среди своих братьев. Первые шаги в кино юный актер сделал в 2000-м, появившись вместе с Александром в триллере «Ярость белой воды». В 2013-м Билл получил главную роль в сериале «Хэмлоу Гроув», а в 2016-м на большие экраны вышел первый крупный проект с его участием – «Дивергент», глава третья, «За стеной». Но главным прорывом стала роль клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга «Оно», после которой Скарсгард проснулся суперзвездой. Далее актер появился в фильмах «Батл Крик», «Взрывная блондинка», «Второй части Дэдпула», «Дьявол всегда здесь», «Вечный», «Сожги все мои письма» и других, а также в сериалах «Кастл-рок», «Родственные души» и «Кларк». В 2023-м Билл появился в четвертой части Джона Уика, исполнив роль харизматичного маркиза Венсана де Грамона. Можешь вытащить нож или вытащить ладонь. Первое – выбор того, кто думает только о себе, а второе – того, кто думает о деле. Вальтер впервые появился на экране в сериале «Комиссар Мартинбек». Он единственный из братьев, кто решил сосредоточить свое внимание на съемках в родной Швеции. Из успешных проектов с его участием можно отметить фильм «Властелины хаоса» и сериалы «Против гигантов» и «Рождественская буря». Самые младшие из братьев от второго брака также уже начали свой актерский путь. В одном из интервью Густаву задали вопрос, не боится ли он конкуренции со стороны родных, на что он ответил, «К счастью, мы разные по типу и возрасту, поэтому особой конкуренции за какие-то конкретные роли у нас нет. Мы всегда смеемся над тем, как нас пытаются столкнуть друг с другом. Мы очень дружная семья и всегда поддерживали и поддерживаем друг друга». Стеллан поделился аналогичным мнением, пошутив, как таковой конкуренции нет. За обеденным столом мы можем пошутить на эту тему, но я знаю, что они лучше меня, поэтому отошел в сторону. У меня никогда не было цели, чтобы они пошли по моим стопам. Главным для меня было то, что они должны вырасти порядочными людьми. Если бы я услышал, что мои дети плохо себя вели или плохо обращались с людьми на съемочной площадке, это расстроило меня бы больше, чем если бы их фильм провалился или их унизили из-за плохой игры. Я не баловал их и не наказывал. Моя философия заключалась в том, что с 16 лет они представлены сами себе. То, что я не успел сделать в их воспитании до этого момента, потом уже поздно исправлять. Один из главных сердцеедов Голливуда Джонни Депп в юности видел себя легендарным рок-музыкантом. В 12 лет мама подарила ему гитару, а в 16 он бросил школу, чтобы воплотить свою мечту в реальность. В 80-м он стал частью группы The Kids и вместе с остальными отправился в Лос-Анджелес на поиски музыкального лейбла. Группа распалась, прежде чем подписать контракт, и в 84-м Депп присоединился к новой группе Rock City Angels, с которой выпустил дебютный альбом. Началом актерского пути Джонни стало знакомство с Николасом Кейджем, который посоветовал ему заняться актерским мастерством и помог получить роль в «Кошмаре на улице Вязов». Хотя Депп рассказывал, что у него не было никакого желания становиться актером, он продолжал сниматься в фильмах, чтобы, наконец, оплатить счета, которые остались от музыкального прошлого. В конце 80-х, после роли в сериале Jump Street 21, Джонни стал кумиром подростков, что ему не очень понравилось, и он начал искать более глубокие и интересные роли. В 90-м состоялось первое сотрудничество с Тимом Бертоном, которое затем переросло в глубокую дружбу. «Он был чем-то похож на меня, обыкновенный белый мусор из пригорода, и я почувствовал, что мы чем-то связаны», рассказал о своей встрече с Джонни Бертон. В декабре состоялась премьера фильма «Эдвард. Руки-ножницы», которая принесла Деппу большую популярность, первую номинацию на «Золотой глобус» и отношения с актрисой Вайноной Райдер. Актерская карьера Джонни начала молниеносно взлетать. В копилку актера добавились успешные роли в фильмах «Аризонская мечта», «Бенни и Джун», «Что гложет Гилберта Грейпа», «Эдвуд», «Донни Браско», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и многие-многие другие. В 2003-м случился новый взрыв популярности, состоялась премьера первой части «Культовых пиратов Карибского моря» и в свет вышел легендарный Джек Воробей. И Джонни был номинирован на премии «Золотой глобус», «Оскар» и «Бафта», получил премию гильдии киноактеров и награду на MTV Movie Awards. Далее Джонни еще несколько раз появился в фильмах Тима Бертона, воплотив роли Вилли Вонке в «Чарли и шоколадная фабрика», «Суинни Тодд», «Суинни Тодд», «Демон парикмахерс» в «Флит-стрит», «Безумного шляпника» в «Алисе в стране чудес», «Барнабаса Коллинза» в «Мрачных тенях» и озвучил персонажа Виктора Ван Дортов в мультфильме «Труп невесты». К 2012-му Депп стал одной из крупнейших звезд кино и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер в мире с доходом в 75 миллионов долларов. Ну и, конечно же, Джонни прославился своими громкими романами, среди которых роман с актрисой и певицей Ванессой Паради. Их отношения начались в 98-м. Это был отель «Костес». На ней было платье с открытой спиной. Я увидел эту спину, эту шею, а потом она обернулась. И я увидел эти глаза. И бум, моя жизнь как одинокого мужчины закончилась. Поделился Джонни. 27 мая 1999-го у пары родилась дочь, которую назвали Лили Роуз. А 9 апреля 2002-го на свет появился сын Джек. В январе 2012-го начали появляться слухи, что пара на грани расставания. Джонни всячески отрицал их, а Ванесса предпочитала избегать этой темы. Но в июне пара официально рассталась. Они месяцами пытались спасти отношения, но понимали, что их невозможно спасти. Было сказано в официальном заявлении. Ванесса же заявила, я не хочу говорить об этом. Кто сказал, что артисты должны выставлять на показ всю свою душу? Моя работа продвигать фильмы и альбомы. Но представьте себе, каково это видеть, как люди делают бизнес на вашей боли. То, что случилось с нами, это наше дело. Джонни же добавил, последние пару лет были непростыми. Но это не мешает тому, что вы продолжаете заботиться об этом человеке. Она мать ваших детей. Вы всегда будете знать друг друга. Вы всегда будете в жизни друг друга. Детям сложно это принимать, но они оказались очень понимающими и невероятно сильными. Как ни посмотри, тяжело было со всех сторон. После начала громких судебных разбирательств между Деппом и Эмбер Харт, Ванесса полностью встала на защиту бывшего возлюбленного, заявив, «За все эти годы, что я знал о Джонни, он ни разу не поднял на меня руку. Человек, которого описывают в обвинении, совершенно не похож на человека, с которым я прожила 14 замечательных лет». За 14 лет ни одной из цены насилия, ни одного оскорбления. Для нас самым важным было подать хороший пример своим детям. Ванесса получила свою мировую популярность в 14 после выхода суперхита «Джо ле такси», после чего Паради бросила школу, чтобы продолжить строить свою карьеру певицы. В 89-м она дебютировала на большом экране с фильмом «Белая свадьба», за роль в котором получила премию «Сезар». В 92-м Ванесса переехала в США и начала работу над новым альбомом совместно с Леней Кравицем. А в 93-м отправилась в свой первый международный тур, попутно успев стать музой бренда «Шанель». Следом за довольно успешным альбомом вышли новые, не менее успешные фильмы. «Элиза», «Колдовская любовь», «Один шанс на двоих», «Девушка на мосту» и другие. Паради стала одной из немногих селебрити, кто смог успешно выстроить свою карьеру и в кино, и в музыке. Малышка Лили с самого рождения была под пристальным вниманием общественности. В 2014-м Роуз дебютировала в кино, снявшись вместе с отцом в фильме ужасов «Бивень». А в 2015-м получила главную роль в фильме «Йоганутые», где также появились Джонни и Ванесса. А также стала новым лицом бренда «Шанель». Далее Лили появилась в фильмах «Танцовщица», «Планетариум», «Честный человек», «Король Англии» и других. В мае 2023-го на экраны вышла первая серия скандального идола, где Депп исполнила главную роль. Сериал был встречен крайне негативно за чрезмерное количество сексуальных сцен и скучный сюжет. Некоторые критики назвали его отвратительным, жестким и одним из худших сериалов, когда-либо созданных. Многие же начали считать, что в какой-то степени сюжет передает жизнь самой Лили, которая росла в знаменитой семье и вполне могла видеть подобное. На что она ответила «Мой персонаж не основан на моей жизни. Мои родители сделали все возможное, чтобы дать нам с братом нормальное, обычное детство. Конечно, будучи в этой индустрии с юных лет, я много чего увидела, но по большей степени все было обычным». Джонни же, в свою очередь, очень спокойно отреагировал на столь откровенную роль дочери, сказав «Мне нравится, что Лили строит собственную карьеру и бросает себе вызов, берясь за неординарные проекты. Я горжусь ею и не придаю внимания всей этой болтовне и драматизму, которые развели вокруг ее роли. Я считаю, что она сделала что-то очень значимое, раз ее персонаж привлек так много внимания. Я горжусь ее успехом». Муза Квентина Тарантино, Ума Турман начала свою карьеру с модельной индустрии. В 87-м Ума дебютировала на большом экране с триллером «Поцелуй папочку на ночь», а в 88-м состоялась премьера картины «Опасные связи», за роль в которой Турман получила признание и похвалу за хорошую игру. Но сама Ума не была в восторге и продолжала комплексовать из-за своей нестандартной внешности, но актерскую карьеру не бросила, найдя в ней свое настоящее призвание. В 94-м случился настоящий взрыв популярности Турман. На экраны вышла легендарная «Криминальная чтива». Фильм, который по сей день признают как один из величайших в истории кинематографа. На роль Мии у Уоллес претендовали многие, но после первой же встречи Тарантино, не раздумывая, отдал роль Уме. «Люди все время говорят о таких красивых актрисах, как Кэмерон Диэс. Бесспорно, она прекрасна. Но у Матурман другой вид. Она в рядах с Гретой Гарбо и Марлен Дитрих. Еще одно воплощение богини», – заявил Квентин. Роль Мии принесла Уме номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Но она решила не пользоваться своей оглушительной популярностью и в течение трех лет не снималась в высокобюджетных проектах. В 97-м Турман снялась в двух нашумевших проектах – «Бэтмен и Робин», где исполнила роль ядовитого плюща и который с треском провалился в прокате, и вместе со своим будущим мужем Итаном Хоуком в «Гаттеке», которая получила хорошие отзывы. В сентябре 2003-го состоялась премьера еще одного знакового фильма в карьеры Уммы – «Убить Билла», где она вновь поработала с Тарантино, и после которого в их дружбе образовалась трещина. Турман поделилась, что режиссер заставил ее выполнить опасный трюк самостоятельно, в результате которого она попала в аварию и получила серьезные травмы шеи и коленей. А также то, что Тарантино на съемочной площадке вел себя крайне агрессивно. «Он сказал мне, я обещаю тебе, что с машиной все в порядке. Это прямой участок дороги. Разгонись до 60 километров в час, чтобы твои волосы развивались как следует». Но это оказалась коробка смерти. Сидение не было прикручено должным образом, и это не был прямой участок дороги. Поделилась Умма. Квентин полностью признал свою вину и извинился перед актрисой. Годы спустя Турман рассказала, что не держит на него зла, и если он вновь придумает для нее уникальную роль, она с радостью примет ее. Также в 2003-м стало известно, что Умма и Итан подают на развод. Причиной тому якобы стал роман Итана с няней их детей. На вопросы журналистов Умма отреагировала очень сдержанно, ответив, что она также берет ответственность за крах собственного брака, и что обвинение кого-либо не заставит чувствовать себя лучше. Итан же наоборот начал все опровергать, и что их семья просто не выдержала давления, а ему вообще не стоило жениться, поскольку он был слишком незрелым. И к этому решению нужно было отнестись серьезнее. «Мы с Уммой расстались не из-за чьей-либо измены. У нас было много проблем и до этого», – заявил актер. Несмотря на то, что Итан всячески отрицал роман, после официального развода в 2005-м его отношения с той самой няней, Райан Шахьюз, были официально подтверждены. Все эти события не самым положительным образом отразились на карьере Итана, которая в то время была на пике. Итан начал свою актерскую деятельность в 15 с роли в фильме «Исследователи», который не нашел признания у зрителей, и уверенность Хоука надломилась. Он на несколько лет прекратил съемки, сказав, что очень трудно перенес провал. В 89-м случился его прорыв в кино. На экраны вышла картина «Общество мертвых поэтов», которая принесла Итану огромную популярность. «Я не хотел быть актером и вернулся в колледж, но успех фильма был настолько ошеломительным, что мне стали предлагать сниматься в таких интересных фильмах и быть в таких интересных местах, что, думаю, было бы глупо заняться чем-то иным», – поделился актер. Далее последовали успешные роли в фильмах «Белый клык», «Выжить», «Перед рассветом», «Гаттока», «Большие надежды», «Тренировочный день», «Забирая жизни» и множество других. «Тренировочный день» стал для Хоука новой волной популярности. Он получил номинацию на премию «Оскар», но радости это не вызвало совершенно. Во многом эта роль могла стать началом чего-то. Это был лучший момент в моей карьере. Но я развелся, и моя личная жизнь развалилась. Я был в депрессии и видел, как вокруг все фальшиво. Мои дети помогли мне выдержать все. Я понимал, что вся ваша жизнь – это не только вы сами, и я решил, что никакая желтая пресса не превратит меня в плохого актера. Я этого не позволю». Для многих я стал мальчиком с плаката, которого начали причислять к одной категории фильмов. Я не собирался упираться в этот потолок, чтобы мне затем заявили, что я больше не нужен. Об этом я постоянно говорю своим детям. Особенно Майи, которая уже добилась так много. Поделился Итан. Да, надо держать при себе свою улыбку и крик. Все, что у тебя есть. И то, что у тебя нельзя отнять. Майя дебютировала на экране в 2017-м с сериалом «Маленькие женщины». А главным прорывом стала роль Робин Бакли в сериале «Очень странные дела». Далее Хоук появилась в фильмах «Однажды в Голливуде», «Отомсти за меня», «Город астероидов», вместе с Уммой в искусстве по понятиям и вместе с Итаном в сериале «Птица доброго господа». В своих интервью Майя поделилась, что родители никогда не заставляли ее идти по их стопам. «Они пытались защитить меня от актерского мастерства, хотели убедиться, что у меня достаточно духа для этой индустрии. Они не хотели возить меня с собой на каждую красную дорожку или заставлять меня играть эпизодические роли в их фильмах. Когда я стала достаточно взрослой и стало ясно, что это полностью мой выбор, они поддержали меня». Несмотря на развод, у детей сохранились хорошие отношения с обоими родителями. И Умма, и Итан постоянно хвалят Майю за ее успехи в кино. «Она блестящая актриса, ее талант настолько велик, что это действительно то, чем она должна была начать заниматься». Поделилась Умма. Майя и Итан также нашли много общего в музыке. «Мы проводили много времени вместе, играя на гитаре, пели песни, писали стихи и рисовали до поздней ночи. Мой отец оказал на меня мощное творческое влияние в музыкальном плане. Помню, «Ours» Тейлор Свифт стала первой песней, которую я сыграла ему на гитаре. И он такой, кто это написал? А я в ответ, Тейлор Свифт. Он сказал мне, что это действительно хорошая песня. И я тогда подумала. Боже мой, я только что показала отцу что-то, чего он не знал. И теперь это нравится нам обоим. Это заставило меня почувствовать себя еще увереннее». Поделилась Майя. «Здесь собрались в основном ее друзья и нищеброды». «Привет, Патрис». «Поздравляю души, Грейс». «Коллекционеры придут?» Мелани Гриффит появилась на свет в семье актеров. Типпи Хедрин успешно выстроила свою карьеру и в кино, и в модельной индустрии. А Питер Гриффит в прошлом был актером театра, далее став руководителем труппы. Они расстались, когда Мелани было всего два года. Далее Питер вновь женился, и на свет появилась Трейси Гриффит, сводная сестра Мелани, которая затем также нашла свое призвание в актерском мастерстве. Первое появление Гриффит на экране было в массовке фильма «Смит» 1969 года и в «Харрордском эксперименте» 1973 года, где на съемках Мелани познакомилась с Доном Джонсоном, которого вы можете знать по ролям в фильмах «Мачете», «Джангл. Освобожденный» и «Достать ножи». Пара начала встречаться и в 1976 официально связала себя узами брака, который продлился всего полгода. На момент знакомства Гриффит было 14, а Дону – 22. Свою первую главную роль Мелани получила в 1975-м в картине «Ночные ходы», после которой привлекла к себе внимание продюсеров и режиссеров. В 1981-м состоялась премьера фильма «Рев», где Гриффит снялась вместе с матерью, и где после нападения Льва получила серьезные травмы, после чего ей пришлось перенести операцию по реконструкции лица. Фильм по сей день считается одним из самых опасных кинопроектов всех времен. А также после этого Мелани столкнулась с серьезными зависимостями от алкоголя и наркотиков, что привело к паузе в ее карьере. В 1988-м Мелани громко вернулась на экраны с фильмом «Деловая женщина», за роль в котором она получила номинацию на «Оскар», забрала «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль» в мюзикле или комедии и вновь начала отношения с Доном Джонсоном. В октябре 1989-го на свет появилась их дочь Дакота. Далее Гриффит представила еще ряд успешных ролей, снявшись в фильмах «Рай, дураков нет», «Сейчас и тогда», «Лолита» и «Ловкие руки» и в 1994-м снова рассталась с Джонсоном. В 1996-м актриса начала встречаться с Антонио Бандерасом, от которого родила дочь и который стал отчимом для Дакоты и ее старшего брата Александра. Антонио никогда не называл Дакоту своей падчерицей, сказав, что между ними гораздо больше связи. И она, даже несмотря на то, что Гриффит и Бандерас развелись в 2014-м, продолжает называть его папой. Ей было 6 лет, когда она стала моей семьей. Она моя дочь и я люблю ее. Дакота называла меня Папонио, что представляет собой смесь слов «папа» и «Антонио». Я папа Антонио, значит «папонио». Дакота же рассказала, что у нее появился бонусный папа, который со временем стал одним из самых влиятельных людей в ее жизни. «Когда мне было 6 лет, моя мама вышла замуж за человека, который принес в нашу семью невероятно яркий свет и совершенно новый творческий мир, а также одну удивительно волшебную младшую сестру. Он любил нас всех – маму, брата, меня, сестренку – настолько сильно, что это изменило всю нашу жизнь». Поделилась актриса. Дакота дебютировала на экране в 99-м, снявшись вместе с сестрой Стеллой и мамой в фильме «Женщина без правил», где режиссером выступил Бандерас. И Джонсон твердо решила, что она хочет быть актрисой. «Родители хотели, чтобы у меня было как можно больше детства. Но я не могла дождаться момента, когда начну сниматься сама, потому что выросла на съемочной площадке. Мои родители всегда работали с потрясающими артистами, и мне это нравилось. Я очень сильно хотела стать частью всего этого». Главный ее прорыв случился в 2015-м, после выхода картины «50 оттенков серого». Хотя трилогия подверглась огромной критике, Джонсон получила похвалу за свою роль. Родители были безумно рады за дочь, но вот смотреть фильм не стали. «Я была так рада за нее, когда она позвонила мне. Но думаю, ей было бы очень неловко, если бы я это увидела. И мне было бы очень неловко, если бы я это увидела». Поделилась Мелани. «Я никогда не стану это смотреть. Как у отца, у тебя в голове есть определенные образы. А увиденное явно станет там лишним». Добавил Дон. Далее актриса появилась в фильмах «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Арахисовый сокол», «Суспирия», «Друзья навсегда», «Ассистент звезды» и другие. «Как же ты смогла?» «Ждала». «Мужчина, должно быть, бросаясь на тебя?» «Мне нужен только один». Своё детство Джонсон вспоминала как весёлое и яркое, так и как мрачное и травмирующее. «Моя жизнь невероятно удачлива и привилегирована. Места, которые я посещала, эмоции, которые испытывала, это было замечательно. Но также были ситуации и события внутри семьи, которые травмировали». Речь о постоянной борьбе Мелани с зависимостями, её срывы и новые лечения в рехабах, увлечения пластикой и рак кожи, который Гриффит диагностировали в 2017-м. В 2022-м стало известно, что Дакота стала частью Марвел и исполнив главную роль в фильме «Мадам Паутина», которая может стать новой волной её популярности. Ещё одна яркая семья Голливуда, которая смогла покорить мир – семья Уилла и Джады Пинкетт Смит. Уилл начал свою карьеру с музыкальной индустрии, став частью дуэта диджей Джази Джефф and the Fresh Prince. Увлечение рэпом пришло к нему в 12 лет. Однажды его бабушка нашла блокнот с текстами, которые, по его словам, содержали все его некультурные ругательства. Она оставила ему заметку, написав «Дорогой Уиллард, по-настоящему умным людям не обязательно использовать подобные слова, чтобы выразить себя. Пожалуйста, покажи миру, что ты настолько умён, насколько мы думаем». Смит сказал, что эти слова очень сильно повлияли на него, в результате чего он больше никогда не использовал ненормативную лексику в своей музыке. Дуэт нашёл свой успех, и в 89-м Уилл получил свою первую статуэтку Грэмми за лучшее рэп-исполнение. Всё это вскружило юному музыканту голову. Смит начал тратить деньги направо и налево, совершенно забыв о налогах, что в итоге привело к штрафу в размере почти в 3 миллиона долларов, конфискации имущества и дальнейшим финансовым трудностям. В 90-м он получил свою первую яркую роль в сериале «Принц из Беверли-Хиллз», после успеха которого Смит твёрдо дал себе слово стать самым востребованным актёром в киноиндустрии. И он сдержал его. На экраны вышли фильмы «Шесть степеней отчуждения», «Плохие парни», «День независимости», «Люди в чёрном», «Враг государства» и многие-многие другие. «День независимости» стал легендарным блокбастером, собравшим в прокате более 817 миллионов долларов. А на «Людей в чёрном» только в США было продано более 54 миллионов билетов. Вместе с успехом в кино Уилл заново начал и успешную музыкальную карьеру, выпустив дебютный альбом «Биг Уилли Стайл», который вошёл в десятку лучших в Billboard 200 и стал 9 раз платиновым. В 99-м Смит отказался от главной роли в ещё одной классике – в фильме «Матрица», отдав предпочтение вестерну «Дикий-дикий запад». Далее он сказал, что не жалеет о том, что отказался от роли Нео, так как вряд ли бы смог исполнить её лучше Киану Ривза. В 2001-м на экраны вышла картина «Али», где Уилл исполнил роль легендарного боксёра Мухаммеда Али, и за которую получил номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Ещё одной порцией успешных фильмов стали «Я. Легенда», «Хэнкок», «Семь жизней», «Фокус», «Призрачная красота» и «Аладдин». Не обошлось и без провалов. В 2013-м состоялась премьера фильма «После нашей эры», где Уилл вновь вместе с сыном исполнили главные роли. Картина провалилась в прокате и подверглась критике, а сам Смит назвал её самым болезненным провалом в его карьере, и на полтора года взял перерыв в съёмках. В 2021-м Уилл вновь исполнил одну из успешных и одновременно скандальных ролей. На экраны вышел «Король Ричард», где он сыграл роль Ричарда Уильямса, отца и тренера теннисисток «Винус» и «Сирены Уильямс», и за которую получил премии гильдии киноактеров «Золотой глобус» и «Оскар», на вручении которого стал главной звездой, дав пощёчину Крису Року. Во время объявления номинантов на лучший документальный фильм Рок пошутил над прической Джады, которая полностью избавилась от волос из-за очаговой аллопеции, сказав «Джада, я люблю тебя, солдат Джейн 2, не могу дождаться, чтобы увидеть это». Актриса не оценила шутки, а Уилл молча встал, поднялся на сцену и влепил Року пощёчину, после чего также молча ушёл со сцены. После чего на него обрушилась огромная волна критики за неподобающее поведение на столь престижном мероприятии. Далее Смит извинился за своё поведение и покинул состав жюри Академии кинематографических искусств и наук. 8 апреля 2022 Академия объявила о своём решении запретить Уиллу участвовать в будущих премиях «Оскар» и связанных с ним мероприятиях сроком на 10 лет. А также инцидент ударил по его актёрской деятельности. Несколько проектов с его участием были отложены на неопределённый срок. «Мне очень жаль». С Джадой Уилл познакомился на прослушиваниях сериала «Принц из Беверли-Хиллз». В декабре 1997-го они официально связали себя узами брака. Пинкет начала свою актёрскую карьеру в 90-е, появившись в сериалах «Джамп Стрит 21», «Другой мир», «Доктор Дуги Хаузер» и «Трю Каллорс». Первой большой ролью Джады стала роль матери-одиночки Ронни в фильме «Угроза для общества». Далее последовали роли в фильмах «Байки из склепа демон ночи», «Если бы эти стены могли говорить», «Вызов», «Чокнутый профессор», «Форс-мажор» и другие. Несмотря на то, что Уилл отказался от роли в «Матрице», Смиты всё равно оставили свой след в фильме. В мае 2003-го на экраны вышла «Матрица-перезагрузка», где Джада исполнила одну из ролей. Помню, ты танцевать умел. И если не ошибаюсь, неплохо. Не отставая от мужа, Пинкетт также пробовала себя в музыке, основав группу «Wicked Wisdom», которая в 2004-м вместе с Бритни Спирс отправилась в тур «Оникс Хоутел Тур». Старший сын Уилла Трей, который появился у актёра от первого брака с Шири Зампина, также не остался в стороне от индустрии развлечений, став диджеем. Но вот первоначально отношения отца и сына были непростыми. Уилл довольно тяжело перенёс развод, заявив, что в его жизни случился настоящий провал. Спустя годы им удалось наладить отношения, но в юном возрасте Трей не хотел признавать Уилла. «Между Треем и мной не всегда было всё так хорошо. После моего развода с его матерью наша борьба развернулась на многие годы. Он чувствовал себя преданным и брошенным. Это огромное благословение восстановить отношения с моим прекрасным сыном», написал Уилл. Для Джейдена Смита первым громким проектом стал фильм «В погоне за счастьем», где он вместе с отцом получил главные роли. За эту роль Смит-младший был удостоен премии MTV Movie Awards в номинации «Прорыв». В 2010-м он получил главную роль в картине «Карате пацан», где его наставником стал Джеки Чан. Ну и, конечно, роль в уже ранее упомянутой картине «После нашей эры», за которую Смиту-старшему до сих пор стыдно перед сыном. Джейден принял удар на себя. «Фанаты и пресса были дико озлоблены. Они говорили и писали о нем такие вещи, которые я отказываюсь повторять. Джейден добросовестно сделал все, что я ему поручил. Я подтолкнул его к этому провалу и издевательствам. Мы никогда это не обсуждали, но я знаю, что он чувствовал себя преданным. Он чувствовал себя введенным в заблуждение и потерял доверие ко мне», рассказал Уилл. Джейден, как и его сестра, далее не стали заострять свое внимание на кино и нашли себя в музыке. Также Смит-младший стал поводом для множества обсуждений. В Твиттере он делился, что верит в теории, заговоров, иллюминатов и прочее. Советовал подросткам бросить школу, якобы государственные школы дают молодому поколению лишь расстройство и тревожность, и получил звание небинарной иконы за свои вызовы традиционным гендерным ролям. Его часто можно увидеть на обложках в женской одежде, на высоких каблуках и с ярким маникюром. Уиллоу на экране впервые появилась также с отцом, исполнив роль в фильме «Я легенда». Но в 2009-м решила, что ей больше нравится музыка и выпустила дебютный сингл «Whip My Hair». А в декабре 2015-го вышел дебютный альбом «Ardipithecus». Совсем юная Уиллоу не выдержала всего этого напряжения и в 2012-м вышла на тропу протестов, демонстративно побрив голову. «Это был идеальный способ восстать. Я была очень молода, и у меня была мечта. Я просто хотела петь. И не быть частью этого бизнеса и стресса, который в итоге появился. Это была не та жизнь, которую я хочу». Уилл первоначально проигнорировал просьбу дочери прекратить гастроли, но полностью изменил весь свой подход к воспитанию, впервые увидев ее новый образ. «Я смотрел и думал. Понял. Я понял, детка. Прости. Прошу, прости меня. Пожалуйста, остановись». «Это были ужасные чувства. Я писал сообщения, глядя лишь в свой телефон и чуть не попал под автобус. Из-за моего детства, из-за того, как меня воспитали, меня не волновали собственные чувства. И тем более не волновало, что чувствует кто-то другой. Но в тот день все изменилось. Уиллоу спасла меня от других трагических событий в моей жизни, которые бы могли произойти. Останься я таким же, как прежде». Поделился Уилл. Далее Смит начала делать то, что она хотела. Просто петь. Не гонясь за суперпопулярностью и мировыми турами. А в июне 2019-го заявила, что она бисексуально, сказав «Я люблю мужчин и женщин одинаково». В октябре 2023-го стало известно, что Уилл и Джада расстались. И произошло это еще в 2016-м. Но официально они не собираются расторгать свой брак. «Я думаю, что к 2016-му мы просто устали от бесконечных попыток наладить все. Мы оба застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен был быть другой человек. Я дала обещание, что у нас никогда не будет причин разводиться. Мы справимся с чем угодно. И я просто не смогла нарушить это обещание. Мы решили, что расстанемся на какое-то время. Он подумает, как сделать себя счастливым, а я подумаю, как сделать счастливой себя». Заявила Джада. Уилл же добавил, когда вы находитесь с кем-то более половины своей жизни, наступает эмоциональная слепота. «Вы слишком легко можете утратить чувствительность к их скрытым проблемам и желаниям». Первые трещины в отношениях появились еще в 2011-м. По слухам, Джада изменила Уиллу и тогда предложила развестись. Смит не захотел терять любимую и начал искать решение проблемы. В 2013-м Пинкетт намекнула, что теперь они живут в свободных отношениях и могут делать, что захотят. В 2017-м актрису стали замечать с музыкантом Аугустом Алсино. Спустя три года Аугуст признался, что у него был роман с Джадой, а разрешение он получил от самого Уилла. Сначала пара опровергла эти слухи, но в 2020-м Пинкетт призналась, что у нее действительно был роман. Но разрешение от мужа она не получала. Поклонники разделились на два лагеря. Одни были благодарны кумирам, что они рассказали всю правду. Другие обвинили Джаду, что она разрушила идеальный брак с идеальным мужчиной, который изо всех сил пытался сохранить семью. Источники, близкие к семье, добавили, что дети не очень были довольны тем, что мама публично рассказала о проблемах в семье. Однако они поддержали ее, так как за эти годы устали отвечать на вопросы журналистов об отношениях родителей. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, стоит ли детям идти по стопам своих родителей. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok